всем привет еще раз появилась необходимость здесь в стене сделать другие выключатели а почему другие значит у нас была просто стенка мы ее утеплили пенопластом толщиной 3 сантиметра и получилось что выключатели которые здесь стояли вот эти вот выключатели сама сердцевина это вот рамка и вот такие выключатели были они получились туда утоплены вглубь так вот их надо будет было бы вытащить и установить заподлицо со стенкой так как выключатели уже просто или больше 10 лет и мы решили обновиться то есть поставить новые выключатели посвежее так сказать поэтому сейчас я буду здесь что-то выдумывать если было просто стенка просверлил отверстие коронкой вставил и все а здесь придется вот это все сейчас раз расколупать потому что провода короткие которые идут к лампочкам выкрутить вот эти посадочные места и как-то может быть за заделать раствором потом просверлить и поставить на место уже вот такую вот новую пластиковую коробочку а тут у меня будет как ну как блочок выключатели как он правильно называется здесь три выключателя будет здесь два вообще нас было 6 решили что нам один не нужен и поэтому немножко уменьшится можно было бы как было так сверху но опять же вот эта коробочка она выше на 5 миллиметров чем стенка поэтому много заморочек сейчас поближе покажу вот смотрите это старая стенка вот белая это штукатурка здесь утеплитель вот сверху утеплителя вот такая сетка и потом по штукатуре на примерно миллиметров 5 раствором держит кстати хорошо видите как гипсокартон но это не гипсокартон сейчас буду выкручивать значит под напряжением здесь вот этот провод эта фаза ну и оттуда через лампочки идут как бы ответная часть что ли всегда же идет фаза и 0 так вот там 0 вот эта фаза мне придется сейчас все это открутить расковырять здесь вот так вот раздолбить чтобы побольше были провода или не долбить удлинить тогда те провода но это пять проводов 6 проводов удлинять придется а так если раздоблю только один провод то есть на 5 стыков будет меньше 5 соединительных таких скруток так вот так вот теперь вот как бы при этом дело приглашать все это праха вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, старые подразделники я демонтировал Теперь мне надо будет сюда вставить вот этот вот И завести сюда вот эти 1, 2, 3, 4, 5 проводов Не знаю, как я это еще буду делать Еще, наверное, поддолблю, чтобы она встала на место Вот видите, сколько грязи получилось с этого дела Вот смотрите, вот такой блочок будет у меня с выключателями 1, 2, 3, 4, 5 Вот что хотелось бы сказать Смотрите, производители делают Значит, вот здесь схема подключения Видите, с этой стороны нет ничего С этой стороны вот сюда входит фаза А отсюда уже выходит на лампочке То есть двойной Ну, казалось бы, нормально, да? Фазу ввел А вот во второй Чтобы отсюда же фазу, например, просто перебросил ее сюда И все Так, тут сделали наоборот Выключатели одной серии Значит, здесь входит фаза А здесь выходит на лампочке Тройной Ну, почему вот в этом выключателе Не сделать фазу вход здесь же? То есть с одной стороны подвести фазу А с других сторон Уже выходы на лампочке Нифига! Придется мне отсюда Или отсюда Вот так вот наискосок тянуть провод Вот Чтобы с одной стороны оказались на лампочке Вот они, раз, два, три, четыре, пять Чтоб можно было их вставить Вот так вот, понимаете? Опять же Подключается Желательно бы, чтобы Конечно, включались Они же вот так вверх Поэтому вот эти провода Нужно затянуть снизу Короче, дурдом Улимолоком Улимолоком Продолжение следует... Продолжение следует... Après Орулимолоком То есть Да Улимолоком а Дисклеймер Трой peppers так теперь у меня высота вот этой вот подрозетника 3,8 миллиметра а глубина вот этой вот ямки в которую я ее буду вставлять составляет 5,6 то есть мне надо утопить или не утопить а вот под эту подрозетник подложить толщину 19 миллиметров максимум а лучше 17 чтобы она на 1 миллиметр как бы ушла вовнутрь когда я буду прикручивать саму резетку она плотно ляжет на штукатурку вот такое смастерю наверно подрозетник наверно так его отпилю что подрозетник или как планка выпилена смотрите чуть-чуть не входит вот эти уголки мешают их наверно просто спилю чтобы здесь меньше мусора было не долбить так вот теперь что у нас а у теперь прекрасно все входит вот и прикручу я на 4 самореза даже получается у нас вот этот подрозетник немного торчит но здесь вот видите еще есть вот такие пупырышки сейчас я их спилю и эти пупырышки и она возможно встанет отлично невозможно должна отлично встать так вот смотрите два отверстия просверлил вот под эти пупырышки не знаю для чего их делают видимо чтобы не болталась она когда к стене прикручивается все стало плотно без зазора вот теперь видно что вот этот вот вот это зелененькая зале мои тоже подрозетник на 1 миллиметр как раз ниже штукатурки все теперь наша задача прикрутить на место вот этот вот деревянную подставку вот теперь накладываем сверлим отверстие по вот этой выкройке отверстие просверлены сейчас нужно подобрать 4 самореза желательно без вот таких шляпок с потаем чтобы они зашли туда и не торчали все подкладку я установил так установить необходимо по уровню сейчас снизу просверлим для фазы вход а сверху вот они 1 2 3 4 буду сверлить не толкать не в одну потому что он здесь таки а по отдельности ну чтобы замыкание не было здесь вот наметил здесь сделаю вход где-нибудь что попробуем вставлять если дело неаккуратно убиваю если дело неаккуратно убиваю it Продолжение следует... Вот, пришлось отверстие расшарошить, потому что где соединение, туда не входят. Ну давайте еще раз будем. Подтягиваем все. Видите, один, два, три, четыре, пять и это под фазу шестой. Не всегда они получаются ровные и красивые. Пойду я выключать свет, потому что меня уже раз дернуло. После никаких примерок все-таки, по-моему, сделал все правильно. Пришлось подгонять длину самореза под толщину вот той деревяшки, которую я прикрутил. По уровню отлично. Так, придется этот провод тоже удлинять. Соединили. Это у нас масса. Это второй провод, который пойдет на вот этот блочок. Очень удобные вот такие маленькие изоленты. Прямо липусенькие. Это я их делаю сам. У меня есть видео, ссылочку я дам. Сначала три. Сюда крайних. Отворачиваем зажимы, которые у нас на выключателях. Все держится. Фух. Теперь надо как-то все это укомплектовать сюда вовнутрь. Вместе причем. Включим свет и попробуем. Все электричество подали в фазу. Пробуем. Хоп. Загорелась. Раз. Выключили. Вторая. Загорелась. Третья. Загрелась. И. И четвертая. Так, все работает. Теперь проверяем, как она у нас стоит. Сейчас мы готовим раствор. Но самое главное, я что хочу сказать, что вот эта пластина, на которую одевается уже конечная, вот эта панелька, вот она, она не должна быть сильно утоплена вовнутрь и не должна быть выставлена наружу, потому что за панелькой будет щель. А если вовнутрь и вот так вот заштукатурить все аккуратно заделать, то вот эта панелька, она не встанет просто, не хватит усиков. Поэтому надо очень-очень аккуратненько здесь вот пальцем вот так вот, чтобы. Еще можно регулировку добавить вот здесь вот по бокам усики, которые расширяются внутри коробки. И коробку выставил как надо, и этими усиками поджимаешь. ПодожBecause Dog Продолжение следует... Продолжение следует... Просто если я не сошлифую вот эти наросты от шпатлевки, у меня не встанет на место крышка этих выключателей. Вернее, кнопки. Так, ну, всё, вроде подготовил под саму резетку, ой, под сами крышки, клавиши, выключатели. Здесь, конечно, ещё стенка будет обклеиваться обоями. Вот так вот ставим. Всё защелкнулось. Видите, не щелочки здесь. Всё чётко я подогнал. Ставим на место сами кнопочки. Ставим сначала двойной выключатель. Вот видите, всё работает. И тройной ставим теперь. Вот это вот включение-выключение мне вот не нравится. Вот видишь, как включается? А пока на месте не стояло, всё чётко работало. Вот это работает хорошо. Смотришь, чё? Ну, вот, ребята, чё мне и не нравится вот в этих, вот в этих выключателях. Вот смотрите, двойной легко. Сейчас я включу. Вот включил, выключил. Это улица. Включил, выключил. А вот тройной, вот смотрите, выключил легко, а включаю. Видите, как пружинит? Выбирал, выбирал я в этом магазине. Ну уж, не знаю, что делать. Это надо туда с такой силой нажать. Ну, то есть, он скоро разрушится. Ну, вот так видео про то, как я устанавливал. Поэтому установил, вот видите, всё без щелей. Всё чётко замазал. Всё. Всем пока-пока.